Гость. Я когда узнал, из какого он города, то мне стало холодно, я поэтому сегодня так потеплее оделся. Уже стало холодно, потому что к нам приехал гость из сибирского города Полярный, руководитель международного служения «Кузница мужчин» и наши братья, наши мужчины с Болгарской, и с нашей церкви, и с русской церкви были вместе эти дни в определенном месте, о котором я хотел сегодня, чтобы Юрий Белоножкин, пастор церкви из города Полярный, нам немного рассказал об этой программе, чтобы определенная часть Болгарии тоже об этом узнала, чтобы в следующий раз, когда приедет целая группа для того, чтобы проводить, это уже было на другом уровне, чтобы мы больше людей собрали, поэтому давайте мы поприветствуем Юрия. Аллилуйя. Да, спасибо, пастор. Здравствуйте, церковь. Неожиданно быть здесь, поэтому просите за внешний вид. Не готов был к тому, чтобы быть в церкви, вообще что-то говорить. В воскресенье. Чуть-чуть поправлю. Полярный город – это не Сибирь, это северо-запад. Но холодно, да. Сегодня моя жена там в инстаграме видео разместила, как там нас метет снег, сугробы там лежат, как здорово все. Да, значит, надо немножко рассказать о том, что было, и о том вообще, что это такое, что за служение такой кузницы мужчин. Плюс к этому хочется сказать пару слов немножко о том, кто я такой, откуда взялся здесь, и так все это совместить, чтобы было интересно. Поэтому начну, наверное, со служения, а потом уже себе по ходу дела как-нибудь что-нибудь получится. Как сказал пастор, да, служение называется «Кузница мужчин». И служение направлено на то, чтобы достигать сердец мужчин, как верующих, так и неверующих. И придумал название не я. Я когда-то познакомился с одним очень хорошим человеком, который меня многому учил, и он занимался таким служением уже в Сибири, да, в Сибири, в городе Улан-Удэ. И у него было служение «Кузница мужчина». Я приехал на лагерь на их когда-то, и Бог очень многое мне говорил, открывал тогда в это время. И когда я вернулся к себе домой на север, и мы начали служение такое у нас, и я не знал, как нам назвать это служение, потому что хочется такое название, чтобы было классное, чтобы передавало суть, и чтобы было красиво. И само название «Кузница мужчин» мне не очень нравилось, потому что оно мне казалось каким-то пафосным и очень таким претенциозным, таким каким-то, ну, кузница мужчин, ну, как-то, ну, это слишком уж вычурно. И молился, и Бог сказал, вот точнее, он дал место из Писания, это притча, 27 глава, 17 стих. Если помните это место, там очень короткий стих такой, говорит «Железо, железо острит, так и человек изощряет взгляд друга своего». То есть железо, железо острит где? Не на кухне, да, ножик-обножик, а в кузнице. Вот там реально одно железо острит другое. Одно железо уже прошло закалку, другое еще нет. Одно железо еще в земле лежит в виде руды, его оттуда достают, его приносят к кузнице, его переплавляют, там засовывают в эту печку, из него выгорает всякий шлак, отделяют, заливают форму, остужают, выковывают. Все это очень грязный процесс, все это очень шумный процесс, очень такой опасный процесс. Кто-то обжигается, кто-то ранится где-то, дым, чат стоит, огонь. В общем, не очень приглядно, да, нету таких красивеньких стульчиков, нету красивеньких скамеечек, столов, там чайков, пирожков и тому подобного. Но зато на выходе мы получаем что-то серьезное. Вот мы на нашей мужской встрече сейчас изучали оружие, и Антон нам рассказывал, как меч делают. И это долгий, такой трудоемкий и очень ресурсоемкий процесс, начиная от руды и заканчивая уже готовым изделием. Зато в итоге получаем оружие, которое готово к битве, заостренное, закаленное, которое выдерживает удары другого оружия, которое может пробивать доспехи, которое сбалансировано, которое лежит в руке, не выскальзывает и так далее, которое готово выполнять свою цель, совершить свое призвание. И поэтому Бог мне показал это, и я как-то вот успокоился. Ну, хорошо, Господи, пусть будет кузница мужчин. И все, и так вот мы и пошли. Этого дела. Это суть в том, что мужчина и женщина созданы по-разному. Все вот с этим согласны? Созданы по-разному и для разных целей. Вы знаете, когда мне было 20-23 года, когда я познакомился со своей женой будущей и как-то пытался строить с ней отношения… Ой. Строил с ней отношения, да. Я совершенно вообще… Я вот этого не знал тогда, что мужчина и женщина созданы по-разному. То есть мне никто не объяснил. Я считал, что, ну, вот эта девушка классная, красивая, замечательная девушка, которая мне очень нравится, что она такой же парень, как я, но просто по-другому сделан. Видными различиями. И я, соответственно, к ней, ну, с ней и общался, и, соответственно, с ней строил, пытался строить эти отношения. И я вам скажу честно, почему она решила быть со мной, она до сих пор со мной, это для меня большая загадка. Потому что… Первые, там, 19 лет нашей жизни вместе, это было сплошное… Ну, мои догадки. И как же, как же, а как же женщина создана, а как же я? Мы, оказывается, разные. Мы, оказывается, ей нужно другое, не то, что мне. Оказывается, ей нравится не то, что мне. И когда я пытаюсь ей что-то дать, что нравится мне, потому что я же люблю ее, правильно? И если мне вот это нравится, я ей это и даю. А ей, оказывается, это вообще, ну, совершенно не надо. Ей нужно то, что я совершенно не понимаю смысла. Зачем-то цветы какие-то. Ну, а какая от них польза? 19. Вот, зачем-то открутки, да, ну, какой я использую в этой открытке, да, кусочек бумажки, которая стоит еще денег достаточно много. Ну, да, зачем? Можно, ну, подарить что-то, ну, практичное, да. Да, там такое, ну, что-то, да, не знаю, миксер там, да, или там пылесос или еще что-то. Но вы знаете, да, если хочешь разрушить с женщиной отношения, подари ей что-то, что втыкается в розетку. Вот, ну, кроме, может быть, фена, не знаю. Да, да, то есть суть в том, что разные, да, мы по-разному созданы, с разными целями созданы. И как-то когда-то вот в течение моего хождения с Богом Бог начал обращать мое внимание на это. Ну, во многом через мои отношения с моей женой, во многом через мои какие-то вещи, которые я проходил, проблемы, с которыми сталкивался, ну, вот как мужчина, как муж, как отец. И я не находил ответов, я искал их в Библии, я искал их у людей, и в итоге Бог показал, что, ну, необходимо мужчинам собираться вместе. Необходимо мужчинам собираться вместе и искать ответы на какие-то вопросы друг с другом и с Богом. Искать в Писании ответы на вот эти вопросы. Как, кто же мы? Каково наше предназначение? Каково, ну, каким образом мы отражаем славу Божию? Потому что, помните, да, вторая, первая глава книги Бытие, 27 стих, по-моему, да, Бог сказал, что сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Господь Бог человека по образу Своему мужчину и женщину, и сотворил их. И получилось, что и мужчина, и женщина являются отражением славы Божией. Являются отражением славы Божией. Но только с одним интересным моментом. По-разному. Мужчина отражает славу Божью одним образом, женщина отражает славу Божью совершенно другим образом. И то, что сейчас происходит в мире, то, что происходит в западном мире, в Европе, в Америке, в России, происходит нивелирование. Люди пытаются всяческими способами показать, добиться того, чтобы мужчина и женщина оказались одинаковыми. Даже пытаются избавиться от слова «мужчина» и «женщина». Даже вот анкету заполняешь куда-нибудь в европейскую страну на визу, на ребенка. На ребенка заполняешь анкету, я когда-то заполнял, и там нету граф и мать. Там есть граф родитель 1, родитель 2. Ну, почему? Потому что, ну, мало ли, если у него папа и папа, у ребенка. Мы же их обидим. Или мама и мама. А тут родитель 1 и родитель 2. То есть отовсюду это все убирается. Мужчина и женщина одинаковы. Никакой разницы. Зачем подавать руку, если кто-то выходит из автобуса, женщина, да? Она же такая же, как и ты. Сама справится. Зачем брать чемодан, поднести до дома, если эта женщина такой же самый человек, как и мужчина, да? Ну, одинаковый. Сама справится, пускай тащит. Да? Но мы разные. Мы разные. И вот в этом суть нашего служения. Кузница мужчин. Чтобы мужчина знал, кто он. Знал, кто он. Мы, конечно, не настолько крутые, чтобы разбираться в том, как устроена женщина. Мы пытаемся разобраться сами в себе. Знаете, анекдот такой, да, есть по поводу устройства женщины. Значит, мужик, значит, нашел лампу, в ней джинн. И он, значит, потер лампу, вылетает джинн и говорит, что ты хочешь, новый хозяин? И тот говорит, я хочу, ну, трассу, чтобы ты построил трассу на, ну, мост, допустим, на Баганские острова. Да, я очень хочу тут попасть, на самолете боюсь летать, построи мне туда дорогу. И джинн говорит, послушай, ну, это столько бетона, это столько железа, это столько ресурсов на это уйдет, ну, попроси что-нибудь получше. И мужик подумал, ну, ладно, хорошо, дай сделать так, чтобы я понимал женщину. Джинн быстро сообразил и говорит, так, сколько тебе полос в трассе надо в этой? Четыре, две. Это, ну, мы не настолько крутые, да, мы хотим разобраться в себе. Мы хотим разобраться, кто мы, к чему мы призваны, ну, на что мы есть. И каково наше призвание от Бога, как мужчин, как отцов, как мужей. Вот, значит, по поводу себя, по поводу себя. Не махну, да, когда надо сворачиваться, да? А ролик не открывается, да? Да, я могу там, да, с компьютера пустить, да, потом. По поводу себя. Да, я, мы с моей женой, с моей семьей, мы живем в городе Полярный, это Мурманская область, это самый северо-запад России, это военный город. Мы там, ну, собственно, не живем, мы там миссионеры. Мы приехали туда когда-то около, скольки, 12 лет назад из города Петербург в качестве миссионеров, и наша задача была там начать миссию для военнослужащих. То есть мы проводили занятия, библейские уроки, лекции, там, кино показывали на кораблях, воинских частях, на бригадах, в изменениях Северного флота. И много лет эта миссия работала и действовала, и сейчас там происходит изменение в военно-морском флоте, ну, и вообще в вооруженных силах России, что делает эту работу практически невозможной. Была церковь в городе Полярный, то есть мы когда туда приехали, там ничего не было, хотя город достаточно большой, около 16 тысяч человек. Значит, что еще? Что еще мне рассказать? У меня есть жена, прекрасная жена, да, у меня есть трое детей. Вот дочка родилась месяца назад, третья, старшему сыну 17 лет, и второму сыну 11 лет. Отлично, да, да, хорошо. Ну, Светлазар, где ты? Давай. Давай. Здравствуйте. Можешь или искаешь на русский язык? Не, на българский. На българский, добре. Явно на този семинар, аз присутствах там, на този семинар мъжки, който беше в една нова хубава хижа, на ново хубаво място, в Габаровски Балкан. Я был на этом семинаре, в одно такое очень прекрасное хижение, на Габаровски Балканах. И вчера действительно имах едно преживяване. Вчера у меня было большое такое переживание. И явно впечатлих всички. Не, че съм го искал, а съм го търсил точно това нещо. Впечатлил всех вчера. Думата ми е, няма да се впускам в подробности, а това Юрий много добре каза в подробности, какво беше на семинара. Да, я не буду пускат се сейчас таки в подробности, Юрий прекрасно разказал. Вчера, понеже ве времето беше много лошо, Вчера, несмотря на то, что... Ну, там, вчера погода была очень плохая, да. И направихме един переход от хижи туда до враг Исполин. Да, мы сделали един переход от нашей хижине, где мы жили, до одной вершины, которая называется Исполин. И преди обед валяше мокр снег. Перед обедом начал идти очень такой влажный, мокрый снег. Която не натурпал снежна покривка там около хижида. Который, в принципе, покрыл эту дорожку, которая от хижина отходила. И през нас не бях подготвен за такъв переход от хижида на такъв враг и в такова време. Да, и я был абсолютно неподготовлен для такого снежного перехода. Не то обувки, не то облекло. Не было специальной обуви, не было специальной одежды. Рукавиц не было. Да. И слава Богу. Слава Богу. Все пак, ну, имах такое желание, то и не промарморих, че не съм доброе облечение, така нататка. Ну, я не стал жаловаться, что я там плохо так одет. Но реших, че трябва да отида там, на този враг. Я решил все равно идти, несмотря ни на что. Да. И беше действительно много интересно. Там по-голямата част от перехода беше така един полигат, не много стремен участок. Была все равно очень интересно. Был, ну, такой участок, который был не очень, слишком крутой, но нормально. Но в подножието на ваха, там беше, наклона беше около около 40-45 градуса, така, нагоре. Уже к подножию вершины градус начал меняться. Антон даже говорит, где-то уже к 60, уже там. Почти, да. И това беше за мен, вече самото изкачане на върха беше голямо преживание или испытание за мен. Именно от подъем на вършину для меня бъл таким бълшим преживанием. Там, там вече беше истинския снег. Потому что там бъл уже настоящий снег. Да, истинския студ. Настоящий холод. И това, истински вятър. И настоящий, мы чуть попозже, дай Бог посмотрим, настоящий ветер. Да. Интересно беше, че от едно расстояние към нас се присъедини един четирикрак приятел. Куча. Куча дойде с нас. Интересно было то, что на определенном участке к нам присъединился еще один такой приятел и собака. Да. И то ни придружи до самото изкачане на върха и после слезе с нас до подножията на върха. Да, он нас съпровождал буквально до... Да, собственно, подъема и потом обратно. И не беше като екскурсовод. И он не бъл как екскурсовод. Да, почти като екскурсовод. Почти бъл как екскурсовод. Истичваше така на едно определено расстояние, а после спираше докато нигу... Да, да. Почти бъл как екскурсовод. Съпровождал, бегал там округ нас и... Да, ну то есть он бегал, то отбегал, отдалялся, потом возвращался. Да, и точно в подножието на върха там беше истинство твое испытание. Аз даже въпреки, че бях с тези обувки, с тези обувки качих горе. Точно, под нее же начались настоящие испытания, потому что вот в эти обуви я начал взбираться по снегу, представьте, покрутое слово. Намерих се един наистински приятел и истински помощник, като той е тук на първия ред. Да, нашел одного друга, который помог мне, может, сейчас здесь находится. Да, и кое-което ми помог да искачем взявно върха. Да, и он мне помог до конца забраться на върха. На върха беше почти 30 метров в секунда вятер, почти ураган. Да, на вершине нас ждал практически ураган, ветер со скоростью 30 метров в секунду. Да, и за мен беше действительно малко героизм, но интересното беше, че което, което ме видя отстрани, как съв бях вкопчил в това, в склона и така да драпам нагоре, нагоре, нагоре. Для меня это был настоящий подвиг, но особенно на меня было так страшно смотреть со стороны, потому что представьте, с голыми руками там практически босиком я карабкался там по этому снегу. Да, на меня ми дойде на ум за Яков. Мне пришло тогда на ум про Якова. Всички сте чели историята, как той се боре с един мъж цяла нощта. Да, все мы знаем историю, когда Яков целую ночь боролся с Александром. И накрая приеде този мъж да пожела да се замине от него. Яков така се вкопча в него и каза, няма ли те пуснем, докато не ме благословиш. В конце этой борьбы уже под утро муж хотел вырваться от Якова, но Яков его ухватил и сказал так, что не отпущу тебя, пока не благословиш. И този мъж, всъщност, там приеменува Яков в Израил, борец с Бога. Да, и потом Якова переименовали как борец с Богом, тот, кто боролся с Богом. И така, за мен беше действительно много истинско приключение и преживяване. Да, для меня это что-то было подобное, вот это приключение. И с това по-скоро впечатлях всичко, което скачихме там на върха. Да, я думаю, что как впечатлило всех тех, кто вместе со мной поднимался. Да, Юрий всичко останало каза там за семинара. Аз действительно бях впечатлен, но бяхме малка група от Руси, от Варна. Да, Юра дал нам там семинар. У нас было там определено количество людей из Руси, из Варна. И така, мы вспоминахме, такая нешта, което мы проживали, като малки, като деца, воспитание в семейство. Да, он так давал, какую связь имеет наше воспитание в семье, с детства, какие-то моменты такие интересные были. Да, и откуда появляются наши проблемы в Боге. Откуда не тяга, как у мужчин. И това, което мога да кажа, наистина слава на Бога, прославим Господа. Это то, что я могу сказать, но ваистина слава Богу. Да. Че не бях добре облечен и с хубави обувки за переход в плавената и скача навръх. Да, то, что я не был подготовлен там к этому подъему. Но слава Богу, че бях там. Но слава Богу, что все-таки я туда поднялся. И после здравия четъв, а пак се върнах обратно. И потом живым здоровым вернулся. И сейчас я среди вас нахожусь. Да. Спасибо большое, братья и сестры, за то, что вы есть как церковь. Боже, аллилуйя. Спасибо, Святозар. Как там получится видео посмотреть? Я тоже очень хотел попасть на этот семинар, но так загрузили. Вот в Бургасе я сейчас работаю. Привет большой передает из церкви в Биало, где мы вместе с Натальей проводили прошлое воскресенье богослужения. Вот на этой неделе мы проводили... Так, я общался, был в семье пастыря одной из самых больших церквей в городе Бургасе. Это живка, тончив, и Нелли тончива. От них тоже вам огромный привет передают они. Это очень активные такие живые христиане. Посетил семью Савченко, если вы помните. Виктор и Елена Савченко передают огромный привет. Посмотрел, как они расселились там в Бургасе, в новой квартире. Хорошие условия. Детки так тоже. Карина, Ева тоже передают привет. Так меня встретили. Очень хорошо, особенно Ева, сама маленькая. Ей, по-моему, четыре годика, когда дядя Гена пришел. Сейчас я буду кормить его... Что-то мама приготовила, там какой-то пирог. Я сел, она начала это все так. Было очень мило. Слава нашему Богу. Не получается? Ага. Хорошо. Ладно, тогда, может быть, в следующий раз. Ну, я так вкратце опишу, что ребята там, ну, немножко Светозар рассказал. Я видел этот клип. Они взбираются там по скалам, по крутому подъему. Там ветер сбивает и поднимается наконец на вершину. А там, ну, просто какой-то ураганный ветер. И Сергей Миханошин, я помню, когда стоит на вершине, его оттуда прям сбивает. И он там еле-еле там удерживается на этой вершине. Потом братья начинают кричать. Аллилуйя, слава Богу. Ну, я думаю, что это был хороший такой адреналин. И Антон, брат, делился о том, что мы там пережили одно из качеств Бога. О том, что он такой сильный Бог. Что он бывает, на самом деле, как ураган. Как ярость готова пожрать противника. Что в таком качестве мы там его познали. Сегодня нам детки приготовили...